Мы часто слышим истории о том, как селебрити сильно похудели, и как великолепно они сейчас выглядят. Но порой все происходит наоборот. Знаменитости набирают вес и остаются этим довольны. Мы покажем вам 10 селебрити, которые были счастливы набрать пару-другую килограмм. Но перед этим убедитесь, что вы подписались на наш канал. Эмили Скай Даже когда фитнес – это ваша работа, вам все равно может быть сложно радоваться своему телу. Об этой борьбе хорошо знает звезда фитнеса Эмили Скай. Это австралийский тренер, которая прославилась в соцсетях, но страдала в реальности. Скай объяснила, что была одержима кардиотренировками в попытке сбросить как можно больше веса. Она умудрилась похудеть до 47 килограмм. Чтобы достичь такого результата, ей надо было постоянно заниматься кардиотренировками и максимально сократить количество съедаемых калорий. Многие фанаты считали ее неотразимой, но на самом деле Эмили страдала. Скай признается, что при минимуме веса она страдала депрессией и другими проблемами со здоровьем. Как же она справилась? Она переключилась с кардио на вейтлифтинг и высокоинтенсивные интервальные тренировки. Более здоровая диета помогла ей набрать 13 килограммов, и ее вес стал таким образом 60. Скай говорит, что набор веса сделал ее сильнее и счастливее, и она стала гордиться своим телом. Набор веса не всегда значит, что вы набираете жир, и во многих случаях помогает вам выглядеть еще лучше. Это точно об Эмили. Мила Кунис Мила Кунис – одна из знаменитостей, которой пришлось скинуть немало килограмм для роли в фильме. Чтобы выглядеть как балерина, ей пришлось скинуть 9 килограмм. Учитывая, что ее рост всего 163 сантиметра, это много, и ей было очень сложно сбросить эту массу. Она признается, что методы, которыми она худела, она бы никому не посоветовала. Кунис начала со стандартного урезания калорий и привлекла на помощь службу по доставке еды, чтобы облегчить себе задачу. Давным-давно Кунис бросила курить, но она начала снова, чтобы подавлять аппетит. Благодаря этому нездоровому методу похудения, она стала весить всего 43 килограмма. Но актриса не была довольна своим новым похудевшим телом, ровно как и ее фанаты. Многие обвиняли ее в расстройстве питания и отпускали злые комментарии в адрес ее внешности. Удивительно, но когда она начала набирать вес и бросила курить, люди все равно дурно о ней отзывались. Кунис набрала вес и сказала, что счастлива при ее нормальном весе. Эрин Хизертон Не секрет, что карьера модели ставит серьезные ограничения на вес моделей. Особенно, если вы ангел Виктории Сикретс, которые часто ходят по подиуму в нижнем белье. Это как раз та ситуация, в которой оказалась модель Эрин Хизертон. Глядя на ее фотографии со времен модельной карьеры, вы можете удивиться, узнав, что многие люди не считали ее тело идеальным. Она занималась несколько раз в день, следила за своей диетой, но ее агенты все равно требовали, чтобы она была худее. Она делала для этого все возможное, но ее тело просто отказывалось худеть, так как оно было и без того худым. Однажды Хизертон поняла, что просто не может этого больше выносить. Она начала слушать свое тело, когда дело доходило до тренировок и диет. Она говорит, что набор веса помог ей стать счастливее и быть самой собой. Эн Хэтэуэй Эн Хэтэуэй – еще одна актриса, которая сбросила вес ради роли в фильме. Она стала худеть для роли женщины-кошки в фильме «Темный рыцарь. Возрождение легенды» и продолжила терять вес для роли Фэнтин в «Отверженных». Эн Хэтэуэй назвала метод, с помощью которого она худела, диетой голоданий, и она точно не порекомендовала бы его кому бы то ни было. Она начала с веганской диеты и программы интенсивных тренировок. В конце концов, она ела лишь два кубика сухой овсянки в день, чтобы скинуть последние пару килограмм, необходимые для фильма. В то время Хэтэуэй признается, что она была недовольна своим телом физически и морально. Когда она выиграла «Оскар», она чувствовала себя не в своей тарелке из-за похвал, которых она добилась таким способом. Она говорит, что лучше себя чувствует с адекватной диетой, благодаря которой она смогла набрать килограммы, которые ей было так тяжело скидывать. Но сейчас из-за новой роли Хэтэуэй надо набирать вес, вместо того, чтобы его сбрасывать. И, конечно, есть такие фанаты, которые критикуют ее за это. Но Хэтэуэй держит голову высоко, и только время покажет, будет ли она счастлива этим набором веса. Селена Гомес Певица Селена Гомес известна многими вещами. Это ее музыкальные таланты, бесконечные отношения с Джастином Бибером и ее внешность. Вот почему злые языки стали говорить о том, что она потолстела. Оказывается, она попала в ловушку, с которой знакомы многие из нас. Она была в отношениях с Зэдом и немного расслабилась. Это привело к некоторым лишним килограммам. Но на удивление они не смутили Гомес. После того, как все ожидали от нее худобы и критично относились к ее фигуре, было приятно немного расслабиться и набрать вес. Гомес говорит, что не против нескольких лишних килограмм, и что так ее тело даже больше ей нравится. Чтобы постыдить тех, кому не нравится новое тело Гомес, мы напомним, что она страдает волчанкой. Один из побочных эффектов ее лечения – набор веса. Поэтому над этим у нее нет и не будет контроля. Гомес знает, что самое главное внутри, а не снаружи, и пытается не подпускать к себе критиканов. Аарон Картер В Голливуде не только женщины испытывают проблемы с весом. Годами фанаты Аарона Картера замечали, что он становится все худее и худее. Многие фанаты были обеспокоены тем, что с ним происходит, и Картер, наконец, сознался, в чем же дело. Ему диагностировали грыжу пищеводного отверстия диафрагмы. Из-за этого заболевания и стресса у Картера не было аппетита. Он признался, что у него развилось расстройство питания, которое и стало причиной его сильной потери веса. В то время он боролся с зависимостью, арестами и в целом черной полосой жизни. Многие думали, что это конец, но Аарон вернулся в новом свете. После реабилитации он стал выглядеть намного лучше и стал набирать вес. Он поразил фанатов, сказав, что набрал 14 килограммов и был без ума от этого. Всего за несколько недель он потолстел с 52 до 66 килограмм. И ему не терпелось рассказать об этой новости своим фанатам. Кеша Учитывая, что все ее песни о танцах, алкоголе и кутеже, никто не удивился, что Кеша оказалась в реабилитационном центре. Однако она оказалась там не из-за борьбы с зависимостью, а из-за расстройства питания, которое медленно пожирало ее жизнь. Даже Кеша подпадает под влияние нашего общества быть худой. Она столкнулась с агрессией онлайн-критиков, которые нелестно отзывались о ее внешности и весе. Она начала стесняться своего тела, и это привело ее к расстройству питания. Ей стало казаться, что она не заслуживает еды, и она прятала это расстройство от окружающих. Однажды на вечеринке она отчаянно пыталась спрятать от чужих глаз ужин. Тогда она поняла, что зашла слишком далеко, и ей требуется помощь родных. Мы рады сказать, что Кеша завершила реабилитационную программу, и ей удалось набрать вес. Теперь она гораздо счастливее, и она даже записала свой последний альбом «Рейнбоу» в знак своего успеха. Саша Питерс В то время как одни знаменитости набирают или скидывают вес для роли в кино, для других это неконтролируемый процесс. Это ситуация, в которой оказалась звезда милых обманщиц Саша Питерс. Она боролась с гормональным дисбалансом, из-за которого она набрала вес, играя персонажа Элисон Диларентис. С этим и без того трудно справиться, не говоря уже о мерзких интернет-троллях, которые используют твой вес, чтобы посмеяться над тобой. Многие люди бы впали в отчаяние и прибегли бы к небезопасным методам похудения. Но Питерс устояла и заявила, что полюбить себя – это самое сложное, что мы можем сделать как люди. Она указала на то, что общество выигрывает, когда мы сомневаемся в себе. Это потому, что мы взращиваем неуверенность в себе, вместо того, чтобы оставаться сильными. Она смело заявила, что будет любить свое тело при любом весе. Это не говорит о том, что она не будет стараться быть лучше. Просто она не позволит обществу диктовать ей, как должно выглядеть ее тело. Дэми Лавата Другая сильная женщина, которая знает, что ценность человека измеряется не килограммами – это Дэми Лавата. Когда речь зашла о наборе веса, она призналась, что сражалась не столько с весом, сколько со своей самооценкой. После долгих лет чрезмерного похудения она поняла, что ей нужен моральный и физический отдых. Из-за этого она набрала вес, но также стала намного счастливее. Теперь она меньше себя ограничивает и не стесняется наслаждаться едой, которая раньше была для нее в запретном списке. И хотя она чувствует себя лучше, ей приходится каждый день сражаться с негативом онлайн-хейтеров. Но то, что она не считает калории, не значит, что она не ведет здоровый образ жизни. Лавата регулярно занимается в зале и также на протяжении многих лет практикует бразильское джиу-джитсу. Бриджит Малкольм Когда-то Бриджит Малкольм была ангелом Виктории Сикретс, но теперь она гораздо более счастлива с большим весом. Долгое время ей как модели предъявляли требование быть как можно худее. Чтобы выполнить это требование, диетолог прописал ей очень строгую диету. Одно время она съедала всего 800 калорий в день. Если вы считаете, что это нездорово, вы правы. По словам Бриджит, у этой диеты были серьезные физические последствия. Ее пищеварительная система плохо функционировала, сбился менструальный цикл и ментально она была не в себе. Однажды утром она проснулась и поняла, что больше не будет так издеваться над собой. Она начала питаться правильно, съедать нормальные порции еды и перескочила от опасного до нормального индекса массы тела. Малкольм говорит, что теперь она более счастлива и старается не думать о времени, когда все зависело только от цифр на весах.